приветствую на своем канале сегодня у нас пятница 9 декабря и очередной видос ни о чем то есть никак я тут не переберу гбц от мопеда безумного макса последние заказы мои то есть заказывал я маслосъемные колпачки сейчас цены что-то подняли опять на все то есть колпачки у меня вышли что-то там 200 2 рубля правда не такие вот с пружинками обычные то есть вот этот с пружинками по типу как автомобильные ну заказал я маленько другие точнее заказывал вроде такие приехали другие но за 202 рубля примерно что я уже не помню не могу найти то есть уже неделю они меня лежат такого типа я пан жопан то есть внутреннее отверстие диаметр внутренней резинки на одном клапане больше на одном меньше как бы в основном видео по гбц уже об этом рассказывал то есть вся проблема меня в том что по информации из интернета здесь вот оба клапана под замену пойдут тоже как бы об этом видео озвучивал то есть на выпуске у нас раковины на впуске у нас износ стержня клапана снизу то есть и по информации в интернете стандартные клапана у нас 17 18 на 57 скубов но моем случае стоят вроде бы как из той же информации из интернета увеличенной то есть 20 миллиметров выпускной и 23 едва впуск поэтому не стал я заказывать по одной причине что в отзывах пишут что заказал колпана качество хорошее но нихуя не подошли поэтому они будут валяться блять но самой гбц у нас стоит такие же то есть без колечек тоже жопан уже слегка и растянутые ну как слегка по диаметру клапана то есть дуплище здесь конкретные не знаю кто не получится и напустить для примера то есть вот так видим что здесь примерно на миллиметр полтора диаметр больше чем на новом также на зоне тут выбрал для себя кое-какие детали то есть сцепление два диска ведомых гайка кстати диски если новый то они должны быть 36 миллиметра этот комплект дисков то есть цены маленько подросли вот этот шляпа была 250 рублей сейчас она 358 это съемник магнетто точнее от генератора который я показывал там резьба и закручивается на сам маховик так скажем и уже центральным винтом когда закручиваете он сползает с конуса так маслосъемные колпачки клапаны 201 рубль но здесь как бы тоже размеры не указаны так если брать поршневую сам поршень то есть поршень 472 рубля ну а кольца 300 то есть я думаю что придется на менять поршень в сборе поскольку не вижу смысла переплачивать 300 рублей и оставлять задорочный поршень то есть 150 рублей получается сам поршень по цене так прокладки вот где-то здесь 7 проклад где то 6 где-то 5 где-то без этого кольца большого вот этот самой крышки коленвала со стороны маховика вот эти вот звезды натяжителя кто-то писал все заебись свежая резина кого-то развалилась через 400 километров то есть блять тоже на хуй узнает так съемник для гайки отворачивать пятихат был 480 рублей сейчас что-то блять подняли рублей на 30 так прокладки но здесь как бы не все то есть сальники вилки здесь вот другой комплект прокладка то есть здесь пять сальников и одно кольцо здесь по моему 7 сальников и одно кольцо то есть комплектация как бы разная блять и везде написано что полный комплект но какая-то шляпа блять так болты были пятихат я как бы в одном виде уже озвучил сейчас уже 650 то есть спустя неделю 150 опять подняли тут уже меньше сальников так поршень то есть я показывал первый ремонт 700 рублей 2 517 3 574 4 630 ну там был еще и 5 даже то есть если покупать кольца отдельности то только номинал то есть я хотел как бы оставить старый поршень кольца поставить первого ремонтного размера чтобы у меня был запас подточить зазоры в самих кольцах чтобы было все полотничком то есть я не уверен если я поставлю кольца номинал у меня зазор будет 02 миллиметра как он положен быть на четырех так на двигателях поэтому пока что покупку поршня притормозил ну и поскольку информация в интернете она как бы все разные решила сегодня выбрать 20 минут свободного времени доехать до магазина мото запчастей в частности на мопед альфа дельта чего там еще у нас блять тут до хера блять наименований альфа дельта еще где-то зодиак какой-то блять то есть блять ну однотипный двигатель только ставился на разные мупеды так скажем то есть все одинаковые только разные наклейки и так мои клапаны которые идут под замену здесь вот видим такая выжат кого здесь вот бортик а я уже как бы видусь озвучивал здесь вот раковины то есть где елозит сальник здесь микро такие вот вмятинки раковины то есть через них масло будет любом случае поступать выпуск так купил я сегодня набор клапанов на мопед безумного макса 200 рублей то есть как мне сказали это номинал 20 и 23 2 миллиметра соответственно то есть если в интернете на том же озоне клапаны позиционируются номинальные 17 и 18 миллиметров то почему-то в магазине у них 20 и 23 то есть 70 110 кубов соответственно но поскольку изначально мопед был 50 кубовый не знаю меня ли гбц на нем или нет то есть 50 70 кубов клапаны 17 и 18 миллиметров моем случае поршневая 7 из кубов но гбц идет как бы по 20 и 23 2 миллиметра соответственно то есть даже в магазине в розницу цена ниже чем на зоне вот видим здесь также прокладки малый набор полный набор то есть цена такие приемлемые как бы в магазине тоже поспрашивал чё почём как бы мне сказали что есть то есть полный комплект прокладок на весь движок все колечки все прокладки вот идет регулировочных крышек клапанов мы включая те же самые сальники но только с пружинками то есть сальник который заказал я сальники которые должны были приехать но и также они в комплекте прокладок то есть я покупал два сальника за 202 рубля примерно плюс-минус не помню то есть 100 рублей за штуку но в магазине покупал клапана и все вот идет прокладочки в комплекте такие сальники стоят 50 рублей ровно то есть можно сказать что если вы заказываете отдельно эти сальники то прокладки будут стоить 50 рублей блять все вот этот хуйня будет стоить полтос то есть где-то меня на зоне наебали блять конечно не знаю имеет ли отношение дима маликов к всему этому к всей этой ситуации но осадок тем не менее остался то есть я не вижу больше причин для того чтобы не собрать гбц то есть колпана есть маслосъемные колпачки есть но и сейчас этим займусь то есть начал я снимать видео еще в 1 декабря но поскольку нету калина наебнулась блять то еще какие-то проблемы блять то есть видос они как бы снимаются постепенно но блять чтобы закончить их времени нету так скажем то есть какие-то блять левые проблемы которые тормозят а выпуск видосов поэтому выходят такие вот короткие видео так скажем ни о чем ну и как бы вся хронология событий она тоже блять пошла по бороде вчера это уже видео поколение озвучивал но на этом я свое видео заканчиваю всем пока скоро будет видео по полному разбору картера и дефектовки чистки и ребилду гбц а и а и и и и